Добрый день, друзья! С вами канал Стань Студентом, канал для тех, кто планирует получать образование. Сегодня обсудим тему особенностей приемной кампании для граждан с приграничных территорий. В частности, обсудим, что это за приграничные территории, вы их сейчас видите за моей спиной, обсудим, какие особенности для выпускников приграничных территорий предусмотрены и также разберем, кто эти выпускники, то есть какие конкретно ребята могут воспользоваться этими особенностями. Поехали! Буквально 2 мая Министерство образования подготовило рекомендации для университетов, для образовательных организаций о том, какие именно особенности могут появиться для ребят с территории приграничных районов, там, где могут быть сложности с проведением ЕГЭ, с обучением, где ребята, возможно, по каким-то причинам могут пропускать единый государственный экзамен, да и вообще, в принципе, обучение, где есть напряжение. Как раз-таки к таким областям относятся Белгородская, Брянская и Курская области. Но здесь есть ряд нюансов, которые стоит учитывать, что ребята могут вместо ЕГЭ сдавать внутренние вступительные испытания в университете. То есть, наряду с тем, что, в принципе, у них могут быть ЕГЭ, если они готовились, если получилось их успешно сдать, то, пожалуйста, можно использовать и ЕГЭ, но все равно у ребят остается возможность поступать по внутренним вступительным испытаниям. Либо, как мы понимаем, можно использовать и результаты ЕГЭ, и внутренние вступительные испытания. То есть, допустим, русский язык можно принести в качестве ЕГЭ, а, допустим, математику, информатику можно сдать в университете. Это, кстати, очень хороший вариант для тех, кто закончил школу в этих областях и вдруг по какой-то причине выбирал математику русские общества, и вдруг понимает, что бюджетных мест мало, а хочется поступить на бюджетное место. Вот в этой ситуации очень удобно, классно, когда у выпускников этих областей будет возможность выбрать вступительное испытание внутреннего университета и выбрать какую-то другую специальность, инженерную, допустим, может быть, с IT это будет связано. То есть, это очень удобно, действительно, расширяет возможности ребят. Стоит отметить, что в рекомендациях отдельное внимание уделяется тому, что многие-многие поблажки при поступлении, которые даются для граждан с территорий новых регионов, они подходят и для выпускников приграничных территорий. Но, однако, не все такие особенности можно применять. Допустим, нельзя заменять вступительное испытание по обществознанию другими предметами. А, между прочим, для выпускников новых регионов они могут при поступлении в университеты попросить, чтобы, к примеру, место обществознания сдавать какой-то другой предмет, который назначен университетом. Поэтому это очень важно понимать. Но, в целом, ключевое изменение, то, что можно вместо ЕГЭ сдавать внутреннее вступительное испытание, либо их как-то интересно сочетать. Важный момент, кто конкретно, то есть, какой конкретно выпускник имеет право воспользоваться этими изменениями и рекомендациями Министерства образования. Здесь нужно учитывать, на ваших экранах вы сейчас видите карту этих областей, и мы отметили некоторые лишь школы на карте схематично. Понятно, что мы не все отметили, но есть определенный перечень, который утвержден Министерством просвещения. И вот выпускники конкретных школ, которые входят в этот перечень, они имеют право поступать в университет, используя не только результаты ЕГЭ, но и внутренние вступительные испытания. То есть, заменять ЕГЭ внутренними вступительными испытаниями. Обращаю внимание, что таких школ, их несколько сотен. Если посмотреть на карту, допустим, если это будет Брянская область, то обратите внимание, что здесь совсем мало красных точек, то есть, лишь некоторые школы попали, то есть, это меньшинство. Курская область здесь уже солидная часть, то есть, примерно где-то, наверное, 1 третья Курской области охвачена этими точками, то есть, здесь больше школ. И в большей степени это Белгородская область, здесь мы видим больший охват, большее количество школ, выпускников школ имеют право воспользоваться такими особенностями. Поэтому это нужно будет уточнять, когда вы будете подавать документы в приемную комиссию. Да, в принципе, ссылочку на этот перечень мы выложим в описании к этому ролику, вы можете с ним ознакомиться и можете определить, то есть, входите вы в этот перечень людей, которые имеют право вместо ЕГЭ еще сдавать внутренние вступительные испытания при поступлении в университет. Но это действительно очень удобно, проверьте, если ваша школа есть в этом перечне, то у вас более расширенные возможности при поступлении. Друзья, если вам было полезно данное видео, ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал. Мы с вами не прощаемся, встретимся в следующем видео. Желаю вам успешного поступления. До скорых встреч!